3 июля миллионы цветов люди возложили к мемориалам, памятникам, братским могилам, воинов-освободителей по всей стране, как символ того, что никто из тех, кто внес свой вклад в защиту нашей страны, не был и никогда не будет забыт. Праздничное утро в областном центре началось с торжественного возложения цветов на Площади Свободы, где установлен памятник освобождения в честь 47 воинских частей и соединений, освобождавших Брест от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Продолжился праздничный день на площади церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость героев», где состоялось торжественное возложение венков у вечного огня. В церемонии приняли участие представители администрации города и области, организации, трудовых коллективов, но главное присутствовали они, наши герои, ветераны Великой Отечественной войны. Все, что они хотят, это отсутствие войны и, конечно, мирной и счастливой жизни для их наследников, молодого поколения белорусов. Для молодежи, которые сейчас учатся, желаю крепкого здоровья и отличных успехов в учебе, чтобы они после окончания школы могли поступить в высшее учебное заведение, получить там специальность хорошую и трудиться на благах семьи и своей родины. Все 900 дней блокады Ленинграда я прожил в этом городе, никуда не выезжая и не укриваясь. Я хочу сказать, пережив все ужасы войны, я хочу сказать, дорогие молодые люди, вступающие в жизнь, делайте все, чтобы не было войны. Самое тяжелое, самое страшное – это пережить войну. Особенно в нее страдают молодые люди, страдают дети. Мы гордимся и вспоминаем героев, ныне живущих и ушедших, тех, кто боролся за свободу и независимость нашей страны. Сохранить память о них и отблагодарить предков за подвиг собрали жители города на площадке у главного входа в священную цитадель Брестскую крепость Герой. «Скажешь, любить еще сильнее, буду любить еще сильней, родиной тебя зову своею, потому что нет земли родней». Сегодня тот день, когда вся Белоруссия, конечно же, Брещено вместе отмечает свой День независимости. Ровно 77 лет назад освободили Минск, и 3 июля 25 лет подряд мы отвечаем свой День независимости. Это важный сегодня праздник для наших жителей республики. Мы гордимся своей страной. Мы сегодня самодостаточная страна, но те угрозы, которые сегодня мы видим из Запада, мы понимаем, что это некий ответ за нашу жизнь, за наше процветание, за наше трудолюбие, за то, что мы сегодня независимая, маленькая, уютная белорусская страна. Мы понимаем, насколько важно сегодня сохранить мир, сохранить сегодня то единство, которое необходимо сегодня, чтобы достойно ответить нашим оппонентам, которые сегодня ополчились против нашей Белоруссии. Люди собрались в одном месте, чтобы со всей страны, через музыку и творчество вспомнить о бессмертном подвиге фронтовиков и тружеников тыла, которые в годы суровых испытаний сделали все возможное и невозможное для победы. Отдать дань, память всем, кто погиб, это, к сожалению, большая трагедия. Мы надеемся, что больше такого не повторится. Мы хотим жить мирно, спокойно, чтобы наши дети спокойно гуляли во дворах, чтобы не было такого больше, чтобы не повторилось. К сожалению, это было. Мы очень скорбим. Интересно пройтись, посмотреть, побыть со всеми здесь. Общее чувство всех объединяет. Это чувство радости и гордости за наш народ, за наших дедов, которые нам мир завоевали. С суперскими чувствами мы из Москвы приехали, из Бурманска. Чувство гордости за наших прадедов и дедов. Яркие выступления артистов, богатство и разнообразие творческих номеров удивляло и завораживало каждого зрителя. Колорит концертной программы вызывал гордость у собравшихся за многогранность родной культуры, подготавливая к самому важному моменту мероприятия – совместному исполнению гимна. И даже погода, которая к концу вечера стала капризничать, не испортила настроение присутствующих. Яркой финальной точкой торжества стал праздничный салют, который радовал горожан на протяжении нескольких минут. Продолжение следует...